Люди, столкнувшиеся с алкогольной и наркотической зависимостью, теперь не останутся одни со своей проблемой. Возможность избавиться от смертельно опасных привычек и начать жизнь по-новому предоставили в Департаменте здравоохранения и социальной защиты населения. Как пройти реабилитацию за счет средств окружного сертификата, узнаем у Любови Пермяковой. Право на получение сертификата для прохождения реабилитации имеют жители Ненецкого округа, страдающие наркотической или алкогольной зависимостью, а также употребляющие психотропные средства и лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Для того, чтобы получить сертификат, необходимо встать на учет в поликлинику, получить справку у врача о наличии наркологического заболевания и показания к проведению курса социальной реабилитации, а далее заполнить заявление о выдаче сертификата. Максимальное количество дней, на которые можно получить сертификат на реабилитацию, составляет 180 дней. В сутки сумма предусмотрена в размере 1100 рублей. И общая сумма от 198 тысяч в течение года можно получить на реабилитацию и ресоциализацию. То есть она обеспечена сертификатом. Сертификат получить можно, подав заявление к нам в департамент. Мы со своей стороны гарантируем принять меры к анонимности, то есть конфиденциальности информации. За получение можно обратиться лично в департамент здравоохранения, через законного представителя, путем направления по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Также в заявлении необходимо указать организацию, в которой гражданин хотел бы проходить лечение. Если вы не располагаете данными об учреждении, предоставляющей такие услуги, в департаменте вам подскажут специалисты. Кстати, такие центры есть в Липецкой, Псковской области, а также в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе. С каждым годом их становится больше, так как спрос увеличивается. Количество людей с алкогольной и наркотической зависимостью становится больше и в нашем округе. Люди, страдающие наркоманией и страдающие, так скажем, с вредными последствиями. Страдающих наркоманией порядка 25, по-моему, сейчас стоит на учёте, а с вредными последствиями, то есть которые однократно или несколько раз употребляли, не являются наркоманами, это порядка 40 человек. И это только официальная статистика. Больные и наркоманией больше, чем стоят на учёте. И основная проблема сейчас в спайсе, которая существует, мы понимаем, и доступность этих спайсов, и получение их там разными путями, в том числе по почте. У нас был вопрос, да, но если в рамках опроса, который был, проведён вот эти исследования, то они говорят о том, что и группа риска очень большая существует в округе, которые не употребляли, но вот несём на группу риска. Заинтересованы употреблением. Либо те, которые употребляли, вот как было сказано, один раз, то есть таких тоже достаточно. Реабилитацию можно проходить один раз в год. И если по каким-либо причинам у человека случился рецидив, повторить курс лечения можно, но уже в последующие годы. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север».